Всем привет! Сегодня немножко поговорим о косметике. Я, конечно, зарекалась этим заниматься каждый раз, но я это повторяю и делаю. Я купила косметику специально для видео на обзор, просто потестить интересно, и вам заодно показать, стоит это покупать или нет. Косметику покупала в Турции в магазине Ростман, косметика фирмы Revolution Pro. Почему я купила? Потому что она также продается в России. Сейчас появились несколько брендов, да, это как бы вроде Великобритания, Revolution Pro и Makeup Pro... Makeup, I Love Revolution Makeup, она в Атсенсе в Турции продается. Короче, они еще похожи на два бренда. Чем они знамениты? Они быстро, очень свежо. Самые хиты, которые косметики, люксовые есть, косметические какие-то средства, это обычно тени, тональные консилеры, какие-то карандаши, обычно это палетки теней. Они быстро копируют похожие цвета, немножко их разбрасывают, похожую, может быть, делают упаковку. Короче, делают такие бюджетные, вдохновленные, как любят говорить, короче, слизанные аналоги у популярных, дорогих брендов косметики. И говорят, что очень тени, так, кстати, у них неплохие, пигментированные, качество не очень сильно им уступает люксу. Но, конечно, это разное, я сразу скажу, это не люкс, не может быть заменой. И производство, насколько я знаю, у них китайское, как бы не очень. Сегодня я купила три средства. Сегодня у вас будет в видео три средства новой линейки, она только-только вышла. Почему я сделала эту покупку? Потому что я увидела нечаянно рекламу, мне понравились просто упаковки красивые, золотые. Я думаю, ну, надо их в жизни посмотреть, может, они такие приятные, прям, выглядят очень хорошо, достойно в рекламе это выглядело. И когда я это увидела в магазине, думаю, ну, куплю, попробую, ладно, хотя бы для видео. Я себе такой повод нашла для приобретения. Ну, для видео девчонкам покажу, надо или нет. А вдруг у меня закралась такая мысль, это достойные продукты. Еще такое средство. Это тоже другая фирма, тоже из... Забыла. Росмана. Ривол де Луп. Это их там марка немецкая, вроде как, я поняла. Это карандаш для бровей. Давайте с него и начнем. У меня сегодня на бровях нанесен. Щеточка, тоже вдохновленная, слизанная копия. Это все копии, скажем так, дорогих марок. Как я это расцениваю, да? Это щеточка, как у Fenty Beauty карандашей для бровей. Довольно-таки толстый карандаш. Цвет у меня 01 Elmond. И он... Что, размера здесь нету, сколько грамм не написано. Может, на коробке когда-то и было, но коробку уже давным-давно выкинула. Вот такой карандаш со скошенным носиком, треугольником. Ну, его здесь немного, наверное, где-нибудь там один какой-нибудь грамм пользовался. Ему, наверное, на раз пять, может быть. Очень, так скажу, средство неплохое. Но надо подбирать оттенок. Если бы этот карандаш сейчас был более холодный, то я бы его купила второй раз. Почему? Потому что, да, он толстоватый. Не очень было бы лучше, если бы тоненький совсем кончик у него был. И он очень хорошо наносится. Он очень... Минимальное прикосновение. Он уже оставляет оттенок. Он как бы выглядит холодным, но на бровях в перемешку с волосами он выглядит довольно-таки уже теплым. Не очень холодный, как бы мне подходило. Ну, в принципе, для блондинок неплохо. Ну, не прям коричневый, не кирпично-красный. Короче говоря, нормально, жить можно. Ну, чисто тоже покупала из-за вот этой щеточки. Мне было интересно. Щеточка. Короче, карандаш сам по нанесению очень жирный, мягкий, неплохой. Короче говоря, можно пользоваться. Ну, не суперидеальный, конечно. Но из бюджета, если так смотри, да, масс-маркета, то и неплохо. Нормально. Бывают и похуже. Дубовые какие-то карандаши, которые не рисуют, царапают, гораздо хуже, чем вот этот. Когда там тысячу раз водишь, водишь, ничего не происходит. Вот это получше. По поводу щеточки. Да, естественно, она очень толстая. Это неудобно лично для меня. И она, если вы жирно накрасили, как сам карандаш жирный, да, что-то вот так вот размять, я бы сказала, растереть, да, она сделает, как типа растушевочку такую. Но как расчесывание вообще нет. Она не расчесывает именно густые брови. Она их укладывает, но ни в коем случае не прочесывает. Потому что она такая плотная, такая густая, она прям твердая. Ей ничего ты не расчесываешь. Это действительно просто размазывать вот этот жирный, жирный карандаш распределять. Ну, довольно-таки странная затея, потому что сейчас в моде, и уже много лет в моде, вот эта волосковая техника, чтобы волосы выглядели, да, какие-то поднятыми, объемными, но при этом волосками, а не полоской вот этой растушеванной. Как бы нелогично. Я даже сохранила вот эти коробочки. Они вот, насколько они красивые, золотые. Супер. Вот реально много в люксе такие коробки, но в них вот это напыление цвета такое же, как в люксе. Но сама коробочка довольно-таки тонкий, тонкий картон. На чем, естественно, она должна чем-то сэкономить. Но, тем не менее, для масс-маркета очень неплохой, ну, как сказать, вид внешний, да, у этого средства достойно. Давайте раз бровями начали, с бровями продолжим. Из всего, что я сразу скажу, мне из этого понравилось, из Revolution Pro, это гель для бровей. Довольно-таки, смотрите, так же достойная упаковка. Напоминает, из Силаудер для бровей у меня был гель, база под тушь, один в один даже размер. И это не дешевый какой-то пластик, качество такое же. Ой, тянется, тянется, господи, выспался. Плюсы. Здесь вот такая мизерная кисточка, гель прозрачный. И по запаху сразу скажу, такой же, как и все, собственно, такие хорошие гель для бровей. Пахнет немножко каким-то клеем ПВА. Ну, собственно, фиксирующим клеем, который фиксирует ваши вот эти волосинки, что-то фиксатор какой-то. Объем здесь 6 мл. Немало достойно. Неплохое средство, это просто прозрачный, чистый написан на цвет, просто прозрачный. Конечно, он марается со временем, когда ты пользуешься от средства для волос, которые, да, он становится не таким прозрачным. Но каким-то клеем ПВА, ну, пахнет, как и все другие средства. И так скажу, если бы я не знала, что это Revolution Pro, здесь было бы написано какой-нибудь, я не знаю, Make Up For Ever или там Estee Lauder, я бы подумала, что это вполне, может быть, я бы ошиблась. Очень достойная упаковка. И само средство неплохое, нормальное, обычный прозрачный гель для бровей. Так скажу, что кто любит... Можно это средство купить, стоило оно мне, там какие-то типа скидки на Bayram сейчас. Но, короче, стоило он где-то 35 лир, 350 рублей, 400 рублей его цена. Ну, дешевле, чем MAC, например, прозрачный гель для бровей можно приобрести. Неплохо это стоит. Для масс-маркета это очень хорошее средство, я бы, может, даже бы его и повторила второй раз. Это легкая пародия на Yves Saint Laurent Touche Eclat. Цвет Ivory я взяла, наверное, он самый светлый был, не знаю. Ну, он довольно-таки светлый. В чем плюс? Особого аромата нет, никакого химозного, противного, дешевой косметики, я имею в виду. Ну, и приятного никакого тоже аромата нет. Это довольно-таки светлый оттенок с кнопочкой стикооформления, как у туши Хелен Рубинштейн леопардовая, которая у меня сейчас очень похожа. Цвет. Это такой прозрачный, очень быстро, кстати, вылетает консилер. Жидкая водичка под глаза, у кого морщинки, мало-мало дает света. Вот сейчас пахнет чем-то каким-то маркером, чем-то пахнет таким. Ну, все, знаете, консилеры дешевые, они все так пахнут. Это не только в этой марке проблема. По ощущениям очень приятно, довольно-таки хорошее средство среди масс-маркета, опять же. На люкс вообще не тянет, хотя упаковка довольно-таки красивая, неплохая, ничего-то здесь нигде не стиралось. Все неплохо. Объем здесь 2,2 мл, кстати, как у люкса. Ну, в такую ручку много и не засунуто средства. Быстро впитывается, подчеркивает какие-то вот здесь на руке. Ну, это не видно морщинки небольшие, мягкое такое ощущение, как водичка такая немножко тонирующая, да. У кого есть какие-то морщинки, проблемы под глазами, чисто для освежения, как, собственно, тушекла и предназначен, который, да, в оригинале идет. Для тех, у кого мало что нужно перекрывать под глазами, просто освежить как-то зону под глазами. Ну, мне вот этот оттенок чисто на зиму пойдет. Скорее всего, до зимы полежит, я его даже и смажу куда-нибудь. Я имею в виду куда-нибудь. Под глаза я его и смажу. Ну, короче говоря, неплохо. Есть же что-то похожее. Лореаль когда-то, помню, делали. Я еще в институте училась. У нее подружки был такой консилер подгон Лореаль. Делал под Ив Сен-Лоран. Я думаю, уже много кто что делал такого, да. Вот это они же первые придумали. Сейчас сама упаковка прикольная, но там очень мало средства помещается. Ну, как вот такая ручка. Кинуть в сумки, ну, и неплохо. И опять же, из масс-маркета неплохо. Для люкс, ну, конечно, это не люкс вообще. Я вот тут смотрю, сейчас потру. Вот уже начинает, о, точно, прямо на глазах облазить эта упаковка. Она становится черной. Вот эти буковки, не видно вам, наверное, будет. Буковки становятся темнее, слазит эта золотинка. Ну, оно и логично, собственно. Я и не удивляюсь. Не такой тяжелый повесок, как Ив Сен-Лоран. Ив Сен-Лоран. Там больше какой-то немножко пластиковый, немножко металлический. А здесь прям очень дешевый легкий пластик. И последнее средство на сегодня опять Revolution Pro. Это Ultimate Coverage Крис Проф Консилер. Крис, для Крис. Ха-ха, для Крис нормально сказала. Короче говоря, замазывать, замазка для каких-то пост-акне ярких. Это очень-очень пигментированное средство, консилер такой. И делать Крис-Крис. Мы не забыла, как это на русский перевести. Короче, под бровью конкретно обрезать какие-то, да, там, зачищать под бровью место. Либо тени Крис вы делаете века, например, да, и накладываете какой-то оттенок. Это очень-очень-очень-очень крайне плотное средство. Из масс-маркета, кстати. Вот кто любит девчонки молодые, начинают краситься, покупают какие-то там всякие цветастые палетки. Много такие наборные, недорогие, чтобы много денег тратить. Такое, как для Крис, Крис Пруф консилер, неплохое средство им попробовать. Здесь 12 целых грамм. Упаковка слизана с Colorance, моего любимого консилера, поэтому я это попробовала. У меня C2 оттенок, сейчас я вам покажу. Смотрите, он вообще, вот я давлю, да, о, пошел. Он очень долго выдавливался в первый раз. Под зону глаза, под глаза, конечно, нет. Он сразу и скатается, и морщины подчеркнет, но он капец какой, долго играющий, долго действующий, прилипающий. Это нечто странное. Это очень быстро засыхает, то есть это не консилер, как под глаза наносить, а именно вот зону под бровью намертво прибивать, да, какой-то там макияж делать такой вечерний, что-то замазывать, корректировать брови, либо вот там на тенях что-то где-то. Вот, все, он очень быстро засыхает, потому что это, опять же, на него можно налепить тени какие-то, пигменты и все прочее для какого-то, как Крис, как Крис, короче, делать. Но это его формула тяжелая, потому что это ощущение какого-то клея и пластилина. Он очень быстро залипает, остается очень плотный, его прям синтетическая кисть, он это хорошо быстро разносить, прям, я бы сказала, это такое средство бюджетное для гримера, кто очень часто делает плотный макияж, что-то замазывать надо, прям, что-то прям конкретно убирать на лице, да, что-то видимое, или там прям красные, например, какие-то постакнопятна есть, что-то прям замазать конкретно надо. Помните, у Мака есть такой консилер в круглой банке, он уже тысячу, может, сейчас форма уже поменялась, и вон, у меня он был в круглой банке лет 7 назад, я его покупала. Короче, который кремовый такой плотный, ты его кисточкой разогреваешь там на руке, тоже замазывать что-то, где-то корректировать, типа такая история. Даже он у Мака был более жидкий, податливый, он подтекал. Когда я в Турцию переехала, я его потом выкинула в итоге, потому что он подтекал на жаре, он таял, у него тающая формула, а этот вообще не тает, мертвяком прибивается. Но сегодня я им оформила вот здесь форм под бровями, все, ну, моментально вообще, супер пигмент, просто адовый доносишь, все, и тут же застывает. Интересная штука, для масс-маркета очень интересная, потому что это средство вообще я особо в масс-маркете не замечала, это не на повседневку, не для кого-то, прям для того, кто любит макияж и этим занимается. Так что присмотритесь, может быть, вам понравится, это не очень видно. Ну, это, короче, новая линейка у Revolution Pro, короче, интересная штука. Но сразу говорю, девочки, это не консилив под глаза на каждый день, это замазка на экстренные цветастые какие-то акценты вашего лица, что-то когда-то что-то конкретно надо замазывать. Вот, такие вот средства интересные. Сего этого я бы, наверное, действительно куплю, повторю, средство для бровей. Для масс-маркета очень хорошая упаковка, хорошее средство, кисточка достойнейшая, маленькая, как у многих люксовых средств, потому что средства, которые подешевле, у них огромные кисти, как просто они используют, честно говоря, кисти и банки для туши, которые, а это именно для бровей. Вот, пробовали ли вы эти средства, вам что-то новенькое интересное у вас есть, рассказывайте, пишите в комментариях, спасибо за просмотр, если поставите лайк этому видео или откроете его еще раз, я буду признательна. Спасибо за просмотр, всем пока!